Сколько трепетных слов Надо научиться говорить, общаться Речь формируется с рождения до года Диагноз глухлота, как правило, ставится уже после трех лет Трудно взрослеть со слуховым аппаратом Трудно жить среди слышащих Проблема – вызвать врача, службы экстренной помощи А если чрезвычайная ситуация? Сложно получить хорошее образование, трудоустроиться Но прежде всего глухим людям нужны доступ к информации и внимание Они хотят, чтобы слышащие не косились и не отворачивались от них Реальность же такова, что многие глухие сталкиваются с нетолерантным отношением со стороны здоровых людей Как будто глухие и слабослышащие – два параллельных мира А ведь в России 13 миллионов человек имеют различные нарушения слуха Более 200 тысяч инвалидов по слуху Так же, как и миллионы слышащих, они мечтают, любят, ищут смысл жизни Они открыты к общению, стремятся реализовать себя и хотят жить в атмосфере взаимного уважения Среди глухих немало талантливых и креативных людей Основным языком общения глухих людей в России является русский жестовый язык В селе Александровском глухих людей объединяет местное отделение Всероссийского общества глухих С 1978 года и по настоящее время 40 лет председателем является Пикалова Рида Арслан-Гореевна Человек, который посвятил глухим людям всю свою жизнь Сурдопереводчик высшей категории, ветеран труда Рида Арслан-Гореевна сумела сплотить глухих и слабослышащих александровцев, сделать их единомышленниками и друзьями В клубе по улице Комсомольска никогда не бывает пусто Здесь проходят встречи, общения, культурные мероприятия, праздники Большое уважение вызывают многие глухие александровцы Несмотря на ограниченные физические возможности, это сильные духом люди Они стремятся напомнить свою жизнь яркими красками, общением, творчеством Занимаются самообразованием, многие работают, вырастили прекрасных детей, помогают в воспитании внуков И каждый день доказывают превосходство воли над болезнью Замечательная, дружная и творческая семья Ткаченко, Евгения и Наталья У супругов золотые руки, теплый и гостебрейный дом, растут два сына Евгений трудится в рабочем школе-интернате и создает удивительные вещи из природных материалов Николай Пекалов 28 лет работал с кесарым сборщиком на заводе Изумруд Скромный, интеллигентный, всегда увлеченный человек, которым горит ровный и теплый огонь, согревающий все вокруг Миняйлова Мирра Глухая с младенчества, не разговаривает совсем Однако эта женщина с сильным характером, энергичная, позитивная Никогда не пасовала перед трудностями У нее три сына, девять внуков Она всегда работает, прекрасно шьет, обвязывает всю семью Морозова Нонна 37 лет работала зубным техником Умный, эрудированный, отсыпчивый, душевный человек, с которым интересно общаться Мелешка Валентина Ефимовна Один из старейших членов Александровского отделения Всероссийского общества глухих Ее главное богатство – семья, в которую она вложила очень много труда и заботы Валентина Ефимовна – прекрасная хозяйка и любимая бабушка А всего в Александровском местном отделении числится 27 человек Каждый со своей судьбой, все разные, интересные, необычные Глухие люди живут рядом с нами Они не могут слышать, но могут чувствовать теплоту нашего сердца И часто нуждаются в нашем внимании и содействии Приложите совсем немного усилий, чтобы понять их Это просто Редактор субтитров А.Семкин